Здравствуйте, православные! 29 декабря. Снова с вами мы встречаемся на площадке Русской Конописной Школы, чтобы поразмышлять над святцами Русской Православной Церкви. И сегодня церковь празднует память пророка Агея, мученицы Марины, блаженной царицы Феофании, преподобной Софии Суздальской, а из новомучников сегодня церковь вспоминает священномученика Владимира, священномучеников Аркадия, епископа Беженского, Ильи, Павла, Феодосия, Владимира, Александра Пресвитеров, преподобномученика Макария и священномученика Петра Пресвитера. А поговорим мы о пророке Агея. Он один из 12 малых пророков, был из колена Левиена и пророчествовал при персидском царе Дарии Гистаспе за 500 лет до Рождества Христова. И на время его жизни пришлось возвращение иудеев из Вавилонского плена, и там как раз они должны были восстанавливать столицу и, разумеется, восстанавливать храм. И случилось у иудеев, что называется, человеческое слишком человеческое. Они, с одной стороны, трудились над восстановлением храма и города великого царя, то есть Иерусалима. А с другой стороны, каждый заботился немножечко и о собственном жилище. И кто бы их, что называется, осудил. Много ли из нас тех, которые пренебрегают своим домом ради того, чтобы на работе все было правильно и уютно, чтобы в храме было все хорошо. И вот Господь посылает пророка Агея, и давайте посмотрим. Да, то есть великий соблазн сказать, что да ладно, за 500 лет до Рождества Христова, да еще 2000 лет после, за 2500 лет есть ли что общее у нас с тогдашними иудеями, которые даже христианами-то не были. С христианами первого века у нас есть что-то общее, и многие из нас любят подчеркивать, что мы вот как христиане в первом веке. Хотя, конечно, это не так. Но вот тут даже не христиане. Однако давайте посмотрим. Книга пророка Агея, прям с первой главы первого стиха. Во второй год царя Дария, в шестой месяц, в первый день месяца, было слово Господне через Агея пророка к Зарававелю, сыну Салафиилеву, правителю Иудеи, и к Иисусу, сыну Иоседекову, великому Иерею. Так сказал Господь Саваоф. Народ сей говорит, не пришло еще время, не время строить дом Господе. Не было слово Господне через Агея пророка. А вам, Савим, время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении. Посему ныне, так говорит Господь Саваоф, обратите сердца ваши на пути ваши. Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытость. Пьете, но не напиваетесь. Одеваетесь, а не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Вот, а что, не про нас, да? Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Так говорит Господь Саваоф. Обратите сердце ваше на пути ваши. Взойдите на гору и носите дерева и стройте храм. И я буду благоволить к нему и прославлюсь, говорит Господь. Ожидаете многого, а выходит мало. Что, не про нас, да? И что принесете домой, то я развею. За что, говорит Господь Саваоф, за мой дом, который в запустении, тогда как вы, бежите каждый к своему дому. Посему-то небо заключилось и не дает вам росы, и земля не дает своих произведений. И я призвал засуху на землю, на горы, на хлеб, на виноградный сок, на елей, на все, что производит земля, и на человека, и на скот, и на всякий ручной труд. Да, и я призвал засуху на всякий ручной труд. То есть, вот все-таки язык священного писания, это еще особый поэтический язык, да? И зарабатываешь ты для дырявого кошелька. И я низвел засуху на всякий ручной труд. Ну, не убавить, не прибавить. И в этом плане, опять же, церковь очень чудолюбива и в полном соответствии с духом поста. Вот потихоньку мы уже движемся к Рождеству. И церковь предлагает нам вот вспомнить такого пророка, который говорил, вот вы готовите, да, восстановление великого царства, истинной веры. И для храма ничего не делаете, а делаете только для своих домов. Вот много уже из нас и елки принесли, и гирлянды развесили, и окна расписали снежинками. А протрудились ли мы хоть немножечко для храма? И вот это тоже такой очень важный момент. Поэтому, братья и сестры, пока еще успеваем, давайте почимся и сделаем что-нибудь безвозмездно для храма. Маленькое дело, не в смысле прийти и отработать весь день, а в смысле вот уделить полчаса. Полчаса это, в общем-то, ну, ничего. Это зашел в социальные сети и мессенджеры новости почитать, и целую часть куда-то делся. А так вот хотя бы полчаса для храма, и у нас уже будет, что сказать Господу. Вот, конечно, не вмерили пророка Аггея, да, сколько ты украшал свой дом, и сколько ты украшал дом Господень. И вот, если это не один к одному соотносится, вот, не спрашивай почему, потому что ты знаешь почему. Ну, и, пожалуй, на сегодня все. Вот так сегодня получилось жестковато, но вот церковь, как чудолюбивая мать, иной раз нам указывает и на наши недостатки. А на сегодня все. Берегите себя и возвращайтесь завтра, православные.